Добрый день дорогие друзья! Сегодня 23 июня. В Казахстане празднует День полиции и госслужащего. Мы от души поздравляем вас с праздником и желаем вам, вашим родным и близким только крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, бодрости духа, мирного неба и только конечно же штатных ситуаций на службе, успехов служения Отечеству и пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостными событиями, а деятельность будет отмечена признанием и уважением людей. Оставайтесь на нашем канале, впереди вас ожидает встреча с интересными гостями и море музыки. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Доброго дня всем, кто только подключился к нам, мы продолжаем нашу передачу «Куншуах» в прямом эфире. Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Так как я выступал немножко не в своей категории, сейчас меня в 2019 году приглашали на чемпионат Европы в Италию. Там же у меня прошла новая классификация спустя 5 лет, и меня классифицировали уже в свою категорию К41. И на этом чемпионате нам предложили выступить в двух категориях своей и в олимпийской категории К43. Спасибо. А я напоминаю, дорогие телезрители, что мы работаем в прямом эфире. Средства нашей связи указаны, как всегда, на ваших экранах. 28 58 61 номер прямого эфира и номер ватсапа 8 3 7 264 15. Вы можете поздравить сегодня с заслуженной победой Малька Мергалиева, ну и также его тренера. Мы знаем, что были и другие участники именно поехали с вами. Это Осель, которая хоть и не заняла призовое место, но именно приняла участие в данных соревнованиях. Для нее это было первое испытание. Она вошла в сборную в этом году впервые. Она занимается у нас с 2017 года. И вот мы ее повторно повезли. В 2017 году она была на чемпионате Азии, участвовала в этот раз. Для нее был второй турнир, но уже, скажем так, в составе сборной Казахстана. Вот Осель, она выступила очень достойно. Она проиграла спортсменке из Бразилии, именно непосредственно чемпионке панамериканских игр, где они проходят у них на их континенте. И для рейтинговых баллов, соответственно, Бразилия приехала на чемпионат Азии. И вот, ну, жеребий так пал, но мы не расстроились. В принципе, Осель выступил достойно. Вышла на все три раунда. Ну и показала хороший результат. В принципе, и старший тренер республики был доволен. Малик, как мы знаем, он ездил за счет национального паралимпийского комитета, так как он состоит в сборной республики Казахстан. А Осель и мы осуществили поездку за счет нашего областного спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями, где они нас поддержали в этой поездке, как на сборы, так и на чемпионаты Азии. Перед чемпионатом Азии у нас были сборы в Ташкенте со сборной Узбекистана и Азербайджана. После уже были квалификационные турниры на лицензию. И вторые сборы были в городе Тарас, откуда мы, соответственно, дальше уже выехали в Бирю. Спасибо. Вот такое поздравление сейчас поступило на WhatsApp. Здравствуйте, Малик, гордимся вами. Вы большой молодец, здоровья вам и вашей семье, удачи вам и всех земных благ. Гульнара поздравляет вас с победой. Так, следующий вопрос от нашего телезрителя. Хочу тоже задать его вам. Проводите ли вы работу по агитации к спорту среди молодежи с ограниченными возможностями? Сколько по вашему призыву в этом году тренируются людей в вашем спортзале? Ну, на сегодняшний день, так как мы базируемся в Борлинском районе города Аксай, на сегодняшний день у нас не только пара тейквонда развивается, а мы комплексно развиваем все, скажем так, паралимпийские виды спорта. У нас есть сидячего любого команда, есть по стрельбе, есть легкоатлеты есть. Легкоатлеты, сами знаете, там очень много процедур у них. Это не только бег, там есть и прыжки, и метание, скажем так. Теннис. В данный момент у нас, в нашей, скажем так, федерации, в нашем районе, в общем, развивается в действующих спортсменах 35-40 человек, в том числе и пара тейквонда. Спасибо, Марик. Ну, вот существует огромное количество, конечно, различных видов спорта, но вы выбрали именно это направление парта тейквонда. Что вас привело к этому виду спорта? Напомните нашим телезрителям свою историю, да? Так как это у вас приобретенная травма, а не врожденная. Я считаю, что я была еще с детства выступать на международной арене. И в 2014 году Ербов Балгиревич предложил выступить на международной арене, на чемпионате Европы. И так как я всегда поддерживал себя в форме, в спорте, Ербов Балгиревич не раз меня замечал на спортивных площадках. И, зная о том, что у меня есть какой-то потенциал, он предложил мне в 2014 году выступить на чемпионате Европы, на которую, на подготовку у нас было всего два месяца. И я, естественно, согласился. Через два месяца мы выехали на чемпионат Европы, который проходил в Турции. И там я взял свою первую медаль, бронзовую медаль. Самая такая незабываемая первая медаль. Я выиграл голландца. Тоже был соперник не из легких. Был очень высокий. У него был рост 2 метра 5 сантиметров. И вот с таким, я считаю, хорошим результатом в 2014 году я начал свой старт в этом виде спорта. Ну, и я считаю, что тэквондо достойный спорт. Именно спорт для сильных людей. И не зная раньше тэквондо, я думал, что тэквондо это... Ну, что там ногами махать легко как бы. Но оказывается, это совсем не так. Тренировки в тэквондо очень изнурительные. Ну, как говорится, легко в учении, тяжелое в учении, легко в бою. Ну, наверное, выбрал я, потому что, во-первых, мне предложили его. И предложили сразу выступить на международной арене. И у нас это получилось с Балгиревичем. И, естественно, я стал дальше продолжать развиваться в этом виде спорта. Когда вы впервые познакомились именно с Маликом, как вы сразу смогли понять, что в нем есть потенциал раскрытия его способностей к этому виду? Ну, являясь, скажем так, он местный парень, я местный парень. В одной школе учились. То есть я его знаю, и как он до этого подметил, до этого, до приглашения в партию в году мы знали друг друга. Можно сказать, заочно. И я знаю, что он по характеру всегда был таким, как у нас говорят в спортзале, пахарем. Потому что я его непосредственно именно в игровых спорте заметил, именно в футбол, где он часто играл. И, соответственно, обычно как ребята приходят на площадку, он приходил уже заранее в экипировке. То есть у него уже дом по графику, кто-то уже знал, что он сейчас придет и пойдет на футбол. Если у него есть такой дисциплинарный подход такой был, соответственно, уже по дисциплине, смотря на спортсмена, уже можно понять, что с него можно выжить то, каким он сейчас является, скажем так. И, соответственно, чисто на эту основу я уже его пригласил. Спасибо. Следующий такой вопрос от телезрителей. Какие особенности подготовки в тэквондо, пары тэквондо, в отличие от других похожих единоборств? Что вы могли? Ну, на сегодняшний день мы, как вот в 16-м году, тэквондо, он был признан на Олимпиаде самым справедливым видом спорта, благодаря тому, что у нас полностью является электронная, за счет подсчет баллов, это электронный протектор и электронные шлема. И, соответственно, здесь, вот этим мы отличаемся от всех восточных, скажем так, единоборств, где работают руки, ноги. Здесь у нас подсчет баллов идет за счет электронной системы. То есть электронные носки, электронный протектор, электронный шлем. Но в паре тэквондо в голову не работают, соответственно, только электронный протектор, то есть на корпусе, который находится. Это и есть отличие от всех видов спорта. Спасибо. Малик, еще такое поздравление в ваш адрес. Я поздравляю и восхищаюсь вами. Вы пример для нашей молодежи. Малик, вы человек с большой буквы, сильный, упорный, трудолюбивый. Конечно, приятно слышать такие слова в свой адрес. Скажите, пожалуйста, кроме этого, какие еще ритуалы, разряды, регалии у вас есть на сегодняшний день? Вы же привезли только две медали, но на самом деле мы знаем, что есть у вас другие достижения, которыми вы, безусловно, гордитесь. В 2019 году я стал чемпионом Европы, который проходил в Италии, в городе Бари. И до двух этих медалей чемпионских я являлся трехкратным бронзовым призером чемпионата Азии, также призером двухкратным чемпионата Европы, двухкратным чемпионом Казахстана и победителем нескольких по Олимпийских игр областных видов. Также участвовал в легкой атлетике и в плавании. Где также являлся чемпионом области. Да, и также становился чемпионом области. Ну, вы очень многого добились в своей спортивной карьере. Скажите, пожалуйста, остались ли вами какие-то непокоренные вершины? О чем вы мечтаете в будущем? Какие перед собой ставите еще цели? Да, у нас еще много работы впереди предстоит с Ербом Балгиревичем. У нас стоит впереди чемпионат мира, который мы тоже очень давно ждем. Из-за пандемии все это без конца отлаживается у нас. И основная цель на сегодняшний день – это чемпионат мира. Покорить чемпионат мира, так как я участник чемпионата мира и входил в пятерку сильнейших на мире. И я еще хочу попытаться, и я думаю, у нас это получится – выступить на чемпионате мира и вернуться оттуда с медалью. Я не сомневаюсь, что у вас все получится, ведь главное – верить в себя. И я хочу задать следующий вопрос – откуда у вас столько силы, столько энергии? Ведь порой даже здоровые люди опускают руки. Но я смотрю перед вами, действительно, вы ставите такие цели, казалось бы, нереальные, и достигаете их. Что вам дает силы, мотивацию? Ну, мотивирует – это однозначно тренер, так как мы с ним уже давно работаем. Я считаю, что он является мне не только тренером, он также является и моим психологом, и моим близким другом. За столько лет мы прошли столько всего вместе. Мотивация – это, я думаю, родная сторона, мои близкие, мои друзья, тем, кто постоянно рядом, тем, кто болеет за меня, поддерживает. Но бывает же порой, когда уходит, может быть, какой-то азарт, покидает вас мотивация. Вот что вы делаете в такие минуты, что вам дает собрать боль в кулак и идти дальше в боль? Ведь у каждого, каждому человеку это свойственный период выгорания. Я считаю, что раз я взялся за это дело, и Балгиревич сделал для меня очень большую работу тоже, и я считаю, что на фоне этого я не считаю, я просто не хочу подводить Балгиревича, и за месте взятое дело я хочу это дело довести до конца и дойти до победного, чтобы, ну, как бы удовлетворить себя и своего тренера, и всех своих близких. В первую очередь. А, Ермол, вы, как я поняла, вы тренируете не только Маляка с ограниченными возможностями, у вас есть другая категория людей. Вот как вам удается найти подход, скажем, к таким людям? Да, ведь, как отметил Маляк, что вы являетесь еще и психологом, ведь нужно подобрать, нужны слова, чтобы действительно встряхнуть хорошенько, дать силы, стимул, да, чтобы он пошел и действительно победил, да, то есть вырвал эту победу своего соперника. Ну да, здесь, конечно же, как вы задали вопрос, то, что у нас есть категория, ну, с по-здоровым детьми я работаю, уже когда у меня были чемпионы Казахстана и призеры Азии по-здоровым, тогда я уже понял, что я могу воспитать здоровых детей до такого результата и решил себя попробовать в этом направлении, непосредственно в области, как раз это моя категория, это яквондо, вот, и, соответственно, уже понимая тот или иной потенциал у каждого спортсмена, именно пара или здорово, без разницы, здесь уже психологически как мы его смотрим? Мы для начала приводим в спортзал и даем полную волю в спортзале, соответственно, когда человек адаптируется уже в спортзале, уже находит друзей, уже общую тему ведут в спортзале, и тогда уже начинаем делать спрос с спортсменом непосредственно, и тогда ему уже неохота не терять ни друзей, ни вот этих занятий, и, соответственно, они совместно все эти растут. Наша задача не только воспитать чемпионов, а чтобы были достойны граждан Республики Казахстан, мне достаточно один-два чемпиона, но остальные, чтобы оставались людьми, вот такой посыл. А чем отличаются все-таки тренировки, вы говорите, со здоровыми детьми, вот отличие от людей с ограниченными возможностями? Ну, как я уже до этого подметил, есть определенные... Там упрощенные или вот... Нет, никакого упрощенки нет, по времени тренировка все идет точно так же. То есть тоже так же их гоняете, заставляете пахать? Совершенно верно, совершенно верно. Только вот работа в голову у здоровых и работа руками есть, скажем так, в корпус. Здесь у нас этого нету, здесь только работа ногами в корпус. Этим они отличаются. Но есть свои, конечно, тренировки именно по координации движений, так как, ну, знаем, каких частей не хватает у спортсмена, соответственно, координацию движений мы делаем по-другому чуть-чуть. Координируем именно технико-тотические методы, отрабатываем в спортзале. Именно те, которые, когда надеваем все это амунирование электрона, оно тоже не из легких же. Вот. И помимо, что нужно работать ногами, еще нужно устоять. Так как в тэквондо любое падение, это снятие баллов идет. То есть, как я поняла правильно, ноги в первую очередь должны быть очень крепкими. Да. И еще могли заменить руки, чтобы можно было встретить, остановить, еще и контратаковать. Угу. Сколько раз в неделю вы уделяете своим тренировкам? Как вы тренируетесь? Вы дома не перестаете заниматься, да? Как вы уже до этого говорили, в связи с пандемией, да, многие соревнования, чемпионаты именно обменились? Угу. В связи с пандемией уже сколько прошло. Сборным командам разрешили собираться вместе небольшим количеством. Дома я занимаюсь один раз в день, в вечернее время. Дома у нас есть свой спортзал, где я могу пойти в любое время, утром, в обед, вечером. Доступ к своему спортзалу у нас свободный. И как бы ограничений в тренировках дома нет. Во время сборов мы тренируемся до обеда, после обеда по 2 часа в день. Вот в таком плане. Угу. Ну, дома ежедневно. Угу. Сейчас после чемпионата немножко отдыхаем. Угу. И снова. И потом снова. Снова опять, да. За нагрузки, за тренировки, продолжение. Угу. Спасибо. Ага. Я еще раз напоминаю, дорогие телезрители, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня вы можете задать нашему чемпиону, тренеру не только свои вопросы, но и поздравить их с победой. А сейчас мы прервемся на музыкальную композицию. Далее мы продолжим нашу передачу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Далее мы продолжим нашу передачу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжим нашу беседу и хотелось бы вот такой вопрос задать Мальку Мы знаем, что помимо спорта вы занимаетесь еще общественной деятельностью Хотелось бы, чтобы вы тоже поделились сейчас с нашими телезрителями об этом Да, общественную деятельность мы начали в 2015 году В чем она заключается? Да, у нас есть общественное объединение Сонка-Раксай по работе с людьми с ограниченными возможностями Где мы пытаемся социализировать человека с ограниченными возможностями То есть дать ему возможность выйти в общество, выражать свое мнение в обществе Также мы пытаемся обучить, трудоустроить То есть в целом социализировать человека Дать ему психологическую помощь Так как есть такие люди с ограниченными возможностями Которые, ну, есть такие, которые не выходят с дома, например Либо стесняются выходить Либо стесняются появляться в обществе, например То есть вы им даете поддержку? Да, мы пытаемся всячески вытащить их Чтобы человек перестал стесняться Чтобы человек начал работать Чтобы человек не сидел дома, не ждал от кого-то помощи А мог уже действовать сам То есть обучиться Даже зарабатывать Помогать сам Чтобы мог помогать другим людям сам уже То есть приносить свой вклад в наше общество Тем более вы сами через это все прошли Вы испытали все трудности Поэтому, наверное, вам легче в этом плане? Да Я так же социализировался в свое время Когда со мной случилось такое Я не хотел сначала идти в школу Но потом в силу своих близких, родных, одноклассников Учителей, директора школы Которые приходили, звали меня И я нашел в себе силы преодолеть этот шаг И появиться в обществе Ну и я с этим как бы с детства свыкся Но есть такие люди, которые У них происходит та или иная травма Уже в сознательном возрасте И когда человек Приобретает инвалидность в сознательном возрасте Ему, естественно, более тяжелее пройти через этот именно барьер психологический И таким людям вот Нужна особенно психологическая помощь И наше общественное объединение занимается именно этим направлением А что вы хотели бы вот сейчас сказать этим людям, которые смотрят нашу программу Что посоветовать, пожелать? Я бы им сказал Чтобы они действительно сейчас не отчаивались, а собрали силы свои Не отчаиваться и не смотреть в прошлое То есть пусть даже если что-то случилось Нужно это принять Нужно это переоценить И двигаться дальше Потому что жизнь продолжается И, естественно, любой человек Что бы с ним ни случилось Он хочет жить так же, как и все люди Я пожелал бы таким людям Уверенности, сил Не оглядываться назад Смотреть только вперед Идти только вперед Ну и не стоит забывать, что все ограничения в нашей голове Да Самое главное, на плечах есть голова Остальное можно преодолеть Спасибо Вопреки всему, вот как делает наш герой передачи Малик Мергалиев Мукаш Мукаш, извиняюсь, я действительно восхищаюсь вами Так же, как и все наши телезрители И еще раз напоминаю, дорогие друзья Что вы можете сегодня поздравить Малика с победой И у нас есть, вот мне сообщает Телефонный звонок на линии Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире Алло Алло Добрый день Алло, здравствуйте Здравствуйте, представьте, пожалуйста Это Сигизек Вирсайен Бахиджанович Очень приятно Хотел поздравить наших Хотел поздравить Малик Мукашева И Ербов Балгиревич С победой Продолжайте Убавьте, пожалуйста, звук телевизора И говорите только в трубку Мы вас слышим Да, 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 я вот Сейчас, сейчас Не волнуйтесь, что бы вы хотели пожелать Нашим героям Да вот я с Оксая, города Оксая Вот ученики Это нашей школы Города Оксая Третья школа Вот недавно Они только приехали С победой И вот хочу поздравить Малик уже неоднократно был призером А теперь стал чемпионом Азиатских игр Поздравляю и тренера Ербова Это ваша гордость Конечно, наша гордость Оксай, третья школа Город Оксай То есть от имени всей школы Всего города Вы поздравляете их с победой Да, да, да Что бы вы хотели пожелать В первую очередь? Ну, пожелать им Дальнейших еще побед Чтобы не останавливались Угу Чтобы наше знамя Казахстанское Всегда была на высоте А мне интересно Как вот вы их встречали Когда они приехали Наверное, с такими Поздравлениями Эмоциями, наверное Конечно Я встречать не ходил Но я все время Писал им в Инстаграме В Фейсбуке читал Спасибо вам За теплое, искреннее пожелание Очень приятно, конечно Что ваши земляки Сейчас откликнули Смотрят нашу передачу Радуются за вас Как сами За себя Да, действительно Это большая Вы Большая гордость Не только для Оксая Но и Для всего Казахстана Нашей страны Я хочу Я хочу Еще К вам обратиться Ербола Каких результатов Достигла Еще Ваша Сборная В ходе Чемпионата Какими еще Вы гордитесь Успехами В общем В сборной У нас Три Золотых медали Две серебряных И одна бронзовая медаль По итогам Турнира Сборная Казахстана Заняла Общекомандное Второе место Хотел бы напомнить Что в 19-м году В Иордании Сборы проходили Именно в Бурлинском районе В Оксая Сборная Казахстана У нас Проходила сбор На нашей базе Вот Тогда мы Выехали С Оксая Напрямую В Иорданию Столица Аман Вот Там мы взяли Общекомандное Третье место Вот Скажем так Потихоньку Мелкими шагами Мы двигаемся К общему командному Первое место Надеюсь Что в следующей Азии Будет у нас уже Больше копилки Все перейти Да И как я уже до этого Подметил То что Малик Именно взял Две золотые медали Непосредственно У нас в сборной Три Из них Занял именно Наш спортсмен Западно-Казахстанской области Малик Мукашев И две золотые медали Это было конечно Впервые в истории Для нашей сборной И вообще Впервые в моей Истории Как тренера Вот Поэтому Я думаю Это Много это стоит И Она еще надолго запомнится Как для меня И так и для наших спортсменов В общем Спасибо Малик Еще раз к вам Обращусь Вообще Какую пользу Несет сам Этот вид спорта Тэквондо Пара тэквондо Да В целом Для физического Развития Ну вот Есть родители Которые хотят Своих детей отдать Вот что им нужно Знать В первую очередь Может быть Какие-то есть Тонкости Есть опасность Получить травму Этот вид спорта Естественно Да Он Придает Физическую форму Человеку Ну Так как Это Боевое искусство Без травм Тоже Не получается Обходиться Но Сейчас у нас Очень развита Медицина То есть Есть Сейчас такие Массажисты Иммунологи Которые Очень хорошо Восстанавливают Спортсменов И Во-вторых Это Дисциплина Дисциплинарность Ты Дисциплинируешь Себя Естественно Происходит Дисциплина В семье То есть Не только Физические Плюсы Также Унственные Плюсы Это Развитие Ребенка В школе Послушание В семье Все это Прививается Тренерскими Психологическими Работами И Также Тренировочной Дисциплиной Вы согласны Тоже Ирболу Что этот вид спорта Приносит только Одни плюсы Да Конечно же Если Как Малик подметил Именно Дисциплинарно Подходить Именно Психологический Настрой Он много чего Самое главное В голове Если нету Бардака То Спортсмен Он самореализуется Без проблем И Когда Скажем так Как у нас В спортзале Мы говорим Если ты Сдружишь с головой Ты свой Внутренний потенциал Найдешь И выработаешь Вот у нас Такой посыл Самое главное Выработка Внутреннего потенциала И На эти моменты Мы даем сначала Психологическими Работами Соответственно Физическими И когда И когда уже Человек Сам спортсмен Уже понимает Все это То там уже Нужно будет Просто направлять Когда Начинает Именно Этот момент У него По-новому Созревает Скажем так Спортсмен Какие-то Новые идеи Когда Ну вот здесь Интересуются Родители Во сколько лет Я могу Отдать ребенка На Тэквондон Что вы можете Посоветовать Ну мы Наш Наш клуб Наш спортзал Наша спортшкола Мы работаем С маленького Возраста Берем детей И они Непосредственно Именно С пяти лет С пяти лет Это гимназия Это один Академический час Работы Сорок пять минут В основное время Они уже Учатся От старшего поколения Мы Мы делаем Объединенные тренировки Так как Уже Наше Маленькое поколение Они смотрят На старшее поколение Определенно Свою дисциплину Выполняют И потом Уже смотрят Как работает Наша Старшая группа И в таком плане Растут Скажем так Наши спортсмены Почему Это все происходит Быстро Так мы делаем Так как На сегодняшний день В республике Казахстана Развивается Очень много Видов спорта И сейчас Даже в нашем Маленьком Бурлинском районе Уже насчитывается Свыше Сорока Пятидесяти Видов Спорта Различных Направлений Как игровые Так и единоборств Соответственно Здесь сейчас Уже Каждый тренер Мы все Перестроились Раньше Если мы не допускали Спортсмены В три года Соревнований То сейчас Уже за год Можно чемпион Казахстана Воспитать Ну соответственно Для этого Есть все условия Если конечно Это всего не было То конечно Было бы сложнее На сегодняшний день Наша Наша спортшкола Непосредственно Управление Спортсмены Казахстанской области Оказывает Всяческую поддержку Именно паронаправлению И И так же И по здоровому И я думаю Что Соответственно У нас ежегодно Поэтому идут Хорошие результаты Как и в пары Тэквонда Так и в тэквонду Спасибо Я еще раз напоминаю Дорогие телезрители До окончания эфира У нас остается Всего 7 минут Поэтому у вас есть Еще время Дозвониться до нас Поздравить Малька с победой Ну и конечно Задать свои вопросы Спешите Время эфира Ограничено Вот такой вопрос От нашей телезрительницы Салямат Садарма Ербол Балгиревич Ищите ли вы сейчас Новых подопечных Папара Тэквонда Да Тоже хороший вопрос Здесь Ну так как Я уже до этого Подметил Асель Шакенова Это девочка Тоже вот она Скажем так Уже она В социальной среде Адаптировалась Она тоже Начала с нами Работать в 2017 году На сегодняшний день Она и работает Скажем так И параллельно Занимается Пара Тэквонда И соответственно Уже сборная Казахстана Есть еще На заметке у нас Пара спортсмены Просто они находятся В других районах В дальнейшем Конечно же Мы планируем Открыть отделение Непосредственно В городе Уральск Чтобы был свой спортзал Со своими тренерами Оборудованными И конечно же Мы ищем В данный момент Пара спортсменов Также Не только С нашего района Не только С города Уральск А со всей области Любой пара спортсменов Если он Изъявит желание Может с нами связаться Мы сами приедем Поработаем Пригласим В пользу случаями Если есть желающие То мы Только рады Появлению Новым спортсменам И Я знаю по себе Что Ябул Балгиревич Если Человек С другого региона С другой С другого района То Тренер В спортивных делах Вот как до этого Мы говорили Они же Дают вам Тоже силы Мотивацию И сейчас Воспользовавшись Моментом В заключении эфира Вы можете Так же Им Передать Слова Благодарности Свои приветы Искренне Пожалуйста Мальков Семья Влияет Такой ситуации Не знаю Как бы То есть Семья находится Дома Мы например Находимся На сборах И Сейчас мы Непосредственно Выезжаем на соревнования Сразу со сборов Естественно По семье Очень сильно Скучаешь Но Сейчас есть Слава Богу У нас у всех Сотовые телефоны И Моя семья Во всем Меня поддерживает И Звонит И Переписываемся И Ну Тоже Так же Как и я Терпит Мое отсутствие Моя семья И Справляется она С этим Очень хорошо И В этом и есть Поддержка Что Меня ждут Что Они меня дождутся И Им не важно Привезли вы золото Или нет Самое главное Они За меня Всегда Ну а Что касается Тренера Тренер Он со мной И на сборах И на соревнованиях Он мой И тренер И психолог И Мой сопровождающий В том числе Наставник Да Мы Постоянно Находимся Вместе И Психологическая Работа Ведется Постоянно В связи с этим Как бы Проблем То есть Отсутствие Проблем Спасибо У нас Остается Две минуты Буквально До окончания Эфира Эрбол Ваши Пожелания Всем Да Как вы уже подметили Семья Это очень важно Для меня Это моя мама Моя супруга Мои дети Мои сыновья Вот И поэтому Им конечно же От меня Большой большой Рахмет То что они Вообще Меня На этом направлении Меня поддерживают Также В дополнение Пользуюсь Лучше Хотел бы поздравить Всех государственных Служащих С праздником С профессиональным Так что С днем полиции С днем полиции Да Совершенно верно Вот Поэтому Мы все знаем Что в двух случаях Наш флаг Поднимается За рубежом Это визит Президента И когда По спорту Кто-то берет золото Поэтому Всем успехов Конечно же Всем золотых медалей И пускай почаще Нашу Родину Видит за границей Я этим горжусь Спасибо Мы благодарим вас За участие в нашей передаче Спасибо за такие Исчерпывающие Ответы На интересующие Многие вопросы Хочется вам пожелать Только успеха В любых начинаниях И ярких побед Как на татаме Так и в жизни Спасибо Спасибо вам А на этом Я с вами прощаюсь Добрых вам новостей И радостных событий Это была передача Куншуах И с вами я Ее ведущая Лаура Бекпулатова До свидания И до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин